Всем привет! В этом видео интересные новости для студентов. Министр образования и молодежи Австралии Алан Тачкш выразил оптимизм по поводу восстановления сектора благодаря стремительному росту количества вакцинаций. Он надеется, что десятки тысяч студентов приедут в Австралию в 2022 году, хотя он не назвал никаких конкретных дат. Ему был представлен проект «Десятилетние стратегии развития Австралии в области международного образования». В процессе консультации было подано более 120 предложений о доходах, о расширении опыта обучения и навыков рабочей силы. Образовательный сектор в Австралии выиграет, если сформулирует стратегию с учетом потребностей самих студентов, как, например, онлайн-поддержка в учебе и возможности трудоустройства после обучения. Сейчас многие студенты направляются в Великобританию, в Канаду и в США. Эти страны догнали Австралию из-за предоставления работы после учебы и понятных путей будущей иммиграции. Австралия должна делать, по крайней мере, то же самое, если не лучше, и сделать визы конкурентоспособными. Иностранные студенты будут иметь решающее значение в решении проблем нехватки кадров в Австралии, которая вызвана выходом на пенсию бэби-бумеров, людей, которые родились в 60-х годах. Австралия еще не до конца понимает ценность, которую приносят иностранные студенты. Нехватка рабочих мест во многих отраслях привела к сдвигу в настроениях в обществе в пользу возвращения иностранных студентов. Согласно исследованиям New Horizons по опросам 3,5 тысяч абитуриентов, рассматривающих возможность обучения для получения международной квалификации, обнаружено, что 71% намереваются учиться за границей в течение следующего года или в течение следующих 6 месяцев. 63% были в возрасте от 18 до 25 лет. При этом 52% намеревались учиться в аспирантуре и 30% на бакалавриате. 81% будущих студентов заявили, что они будут рассматривать варианты обучения за границей только в кампусе. 18% рассмотрят возможность начала учебы онлайн, если впоследствии будет возможность для обучения на территории кампуса. И только 10% респондентов заявили, что в будущем они рассмотрят вариант полного онлайн обучения. Интересен и выбор стран для будущих студентов. Канада заняла первое место. За ней следуют Великобритания, Австралия и США. Причина выбора образовательных учреждений для студентов. Первое. Это высокий рейтинг образовательного учреждения. 66% студентов посчитали это наиболее важным. На втором месте право на работу после учебы. Так посчитали 65%. На третьем месте способность использовать свои квалификации для будущей иммиграции. Так заявили 63%. Представленные результаты показывают, что страны, которые могут предложить понятные пути иммиграции, будут самыми популярными, особенно в современном мире, восстанавливающимися после пандемии. Что касается Австралии, то возможность трудоустройства после учебы решает проблему нехватки критически важных навыков в стране, в ключевых секторах Австралии, особенно в сфере новых технологий. Если Австралия сможет предложить понятные пути трудоустройства, которые восполнят проблемы в определенных отраслях, то международный сектор образования обеспечит беспроигрышный вариант, как для студентов, так и для самих учебных заведений и для экономики страны в целом. А в понедельник, 18 октября, министр торговли Дан Тен подтвердил возможность, что Австралия может открыть свои границы для иностранных студентов, рабочих и туристов до Рождества этого года. Это позволит ослабить проблему острой нехватки рабочей силы в Австралии. Возвращение австралийцев является приоритетом, но я считаю, что мы можем начать принимать иностранных туристов, студентов и рабочих к Рождеству, если темпы вакцинации не снизятся, так он заявил для Sky News Australia. Таковы новости. Если вы рассматриваете возможность учебы в Австралии и у вас есть вопросы или сомнения, то, пожалуйста, изложите их в анкете, и мы сможем подобрать для вас оптимальный вариант абсолютно бесплатно. Мы работаем со всеми образовательными учреждениями и не только в Австралии. А если вам нужна иммиграционная поддержка, то переходите на страничку нашего партнера, опытного лицензированного иммиграционного агента. Друзья, я делаю все возможное, чтобы помочь вам переехать в Австралию и рассказываю о всех доступных способах. Пожалуйста, помогите и мне. Поддержите канал лайком. Ваше будущее в ваших руках. Спасибо за просмотр. Удачи! Для вас на нашем канале по вторникам новые видео о профессиях в Австралии, по четвергам видео интересны Австралии, по пятницам новости миграции, а в воскресенье мы подводим итог главных событий Австралии. Самые свежие новости вы найдете на нашем телеграм-канале. Интересный Австралия. Ссылки находятся внизу в описании под этим видео. Ну, классно же, а? А кнопка находится вон там, 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 там.